Курс лекций Курси непосредственно связанным с их самым главным центром, с городом Тулой, городом, который являлся главной крепостью южного рубежа московского государства XVI-XVII веков. И я хочу рассказать вам не просто, какие выводы получились у меня, в принципе, я уже об этом в какой-то степени говорил в прошлых моих лекциях. Люди, которые к нам приходят, могли это слышать. Сейчас я хотел бы рассказать именно то, каким образом я проводил исследования, и как пришел к тому, к современному пониманию, что из себя представляет город Тула, и каким он был в XVI-XVII веках, когда, как я уже и говорил, он являлся главным, ключевым звеном, главной крепостью именно южного московского порубежья, всего южного рубежа московского государства. Здесь же, как и любое другое исследование, данное исследование является ничем иным, как расследованием достойным настоящего детектива. И в связи с этим я хотел пойти по стезе именно такой немножечко детективной, как мы, в принципе, ведем весь наш курс лекций в этом году. И, естественно, один из самых распространенных, самых главных вопросов, по которым строится канон детективного жадра, это насколько трудно искать черную кошку в темной комнате. И я хотел бы рассказать о тех моих розысках, моих поисках, которые к чему-то привели в настоящий момент. Итак, много лет назад, приступая к работе по исследованию города Тумы, естественно, я, как и любой исследователь, как и любой ученый, как и любой детектив, стал собирать те данные, которыми мы располагаем, которые есть с опроса свидетелей, с каких-то достоверных данных, улик и так далее. И обращаясь непосредственно к данному исследованию, я, естественно, решил попытаться для начала собрать, скомпилировать, в какой-то степени скомпилировать те исследования тульских историков, краеведов, которые занимались историей города, его топографией и прочее. И здесь я собрал, естественно, по максимуму все данные, все источники, которые были доступны на тот момент, и исторические, и те публикации историков и краеведов, какие были. И также доступны на тот момент объем археологических источников. Но начинаем, конечно, именно с бумаг, с письменных источников и с показаний свидетелей, то бишь краеведов-историков. А здесь вы видите один из планов, как люди представляли себе топографию города Тумы в 17 веке. Как вы видите, это чрезвычайно сложная структура, в которой есть и главный Кремль, то есть Тульский Кремль, и какие-то укрепления на территории образовавшегося за упой острова, и целый комплекс укреплений переднего края, состоящий из двух уровней. Это непосредственно острожная стена и земляного города. Также план, опубликованный Годлевским по его разработкам, как он считал, мог выглядеть город в первой четверти 17 века, и каким образом он проводит линию укреплений города. Здесь, конечно, тоже видите линию укреплений, линия укреплений чрезвычайно своеобразна, и с восточной стороны города она просто идет непосредственно по городским кварталам. Что само по себе крайне маловероятно. Очень близким к двум предыдущим планам, скорее даже к первому, это реконструкция, выполненная Калименко, укрепление Тумы, тем более на 16-17 века. То есть люди пытались реконструировать городской облик и саму крепость, исходя из, скажем так, не просто из понимания того, что написано, скажем так, в песцовых книгах, в источнике, дошедшем до нас, который мы можем считать уже действительно источником, а не достоверным фактом, а не показаниями свидетелей, которые могут быть совершенно недостоверны. Как видите, данная реконструкция тоже носит в себе черты очень такого совершенно неумоверного города-крепости с огромным количеством укреплений, и при этом, сами понимаете, нет никакой разбивки на периоды. Есть 16-й век, 17-й век. То есть люди не представляли себе, что город за два или полтора столетия мог меняться, и тем более люди крайне слабо себе представляли рельеф города. Даже уже после того, как мои наработки стали по исторической топографии города Тулу стали публиковаться, многие исследователи продолжали считать, что непосредственно кроме города на левом берегу Упы существовало старое городище, старое укрепление, старый город, еще и на правобережье реки в самой низкой заливаемой пойме подгородом. Так у меня в связи со всем этим встал вопрос. Так где же построили город Тулу в начале 16-го века? Или, говоря непосредственно детективным языком, вспоминая наш изначальный посыл, который я дам, куда же нам двигаться? В этой темной комнате. Как видите, весь тот комплекс источников, который был, он не давал действительно какого-то представления. В связи с этим я решил поступить достаточно смело, с одной стороны, но поступить как настоящий детектив и отбросить все недостоверные данные, а попробовать выстроить какую-то единую систему, в которую бы стали укладываться все известные факты. И для этого начал с современной ситуации, современной топографии города Тулу. Город Тулу меняется постоянно, в нем сейчас за последние четверть века проходит очень активное строительство, во многих многократно это строительство предварялось археологическими исследованиями в историческом центре, что потихоньку позволяло накапливать нам все новый и новый материал. Но на тот период, когда мое расследование только начиналось, археологических исследований, тем более полномасштабных, таких вот крупных площадных раскопов, практически не было. Основная масса исследований представляла из себя небольшие по площади шурфы, разбросанные совершенно хаотично по всему историческому центру города Тулу. А сейчас, вот если мы возьмем территорию внутри, скажем, улицы, советской, то мы и всем прекрасно знаем, сейчас, и если обратиться к топографическому плану современности, то мы увидим, что уровень современной поверхности практически идеально ровный. и как бы город оказывается, сама территория как бы оказывается в низине, и со всех сторон к городу спускаются достаточно высокие холмы. да, действительно, получается, город Тула изначально располагался в достаточно низком месте, как бы, непосредственно около реки. и почему же получается, что самую мощную крепость южных рубежей московского государства решили построить в таком, скажем так, неудобном месте, как-то не совсем правильно. Тогда я попробовал провести следующий шаг. Я картографировал все проведенные на тот период археологические исследования на территории исторического центра города Туллы и подумал, а почему бы мне на этой основе, а также на основе дошедших до нас топографических карт древних, насколько это возможно, не попробовать создать план города Туллы, ту топографическую ситуацию, в которой и появился город в 16 веке. Разумеется, мною стали параллельно с археологическими работами собираться еще и картографические данные. Вот некоторые планы города Туллы, которые дошли до нас, мною здесь представлены наиболее, скажем так, целостные, не в отдельных фрагментах, где город показан не в отдельных фрагментах, а именно целый город. Как ни странно, попытка свести данные, наложить данные карты на современную топографическую подоснову оказалось неудачной. Выяснилось, что большинство тех так называемых карт города Туллы, которые дошли до нас с 18-го даже века, в принципе, оказались не картами как таковыми, а лишь изображениями города, дающими лишь общее представление о его планировке, застройке и так далее. Единственным действительно топографическим планом города Туллы, который удалось действительно очень четко присадить на современную топооснову, оказался план губернскому городу Тулли 1779 года, который находится в полном собрании законов Российской империи, и это план коренной переустройки города на единый регулярный манер, одобренный Екатериной Второй. На нем пунктиром показано до регулярной застройки. Я перевел этот план в общий вид для себя, пытаясь работать уже непосредственно с этой картой как таковой. и здесь уже мне начала сопутствовать удача в моем расследовании. крема не . крема